всем привет сегодня будем рассматривать бесплатные ассеты февральские из них 5 нам дают всего лишь на месяц остальные 19 стали бесплатными и сейчас на них взглянем во первых начнем simpoli town это у нас вот такая вот городская постройка так скажем да город парк и так далее давайте посмотрим как это все выглядит если вот так вот прилететься здесь такие простые коробочки скорее всего для игры какой-нибудь вот так сверху что-то можно управлять делать либо вот так сверху как было gta 2 то есть можно было до гонять персонажиком ну давайте пробежимся то есть размер автомобиля у нас почти соответствует персонажа здесь различные виды одного и того же города это у нас день давайте посмотрим на ночь вот такая вот ночь почему-то непонятно у нас блики это луны и зачем это надо сделать было в общем не понимаю но очень много эмиссив сами понимаете окна вывески и так далее так чисто мини игру для прикола сделать можно но и здесь все то же самое видимо постпроцессы там применяются но заглянем да здесь просто какие-то постпроцессы или убрали или поставили сейчас я уж вникать в это не буду что утром что ночью опять ночью почему-то у нас был непонятно что там у нас на крайне здесь есть вот такие деревья типа забор парк такой забор здесь выставили непонятно то же и плей на виде облаков да да скорее всего статик мыши какие-то или же это у нас на это у нас звезды статик мыши второе это чарик пербоди fx вольюм один здесь он нам дают такие эмиттеры до 1916 систем в общем штук очень много и выглядят некоторые даже симпатичненько можно их взять и использовать где-то в проектах сейчас у нас запустится видео надеюсь вам будет звук нормальный а и Субтитры сделал DimaTorzok В общем их там очень много, там буквально больше минуты может проигрываться это все. Ну а если что, посмотрите, поинтересуйтесь. Ну где-то более в конце там интересные такие фиксики есть в виде камней там мне что-то понравилось, в виде кустов каких-то, я не знаю, может быть они вам не очень понравятся. Вот это иголочки и осколки стекла, видимо были. Интересные просто. В общем, интересненько, что еще нам дадут, если это только первая часть, может быть когда-нибудь отдадут и вторую. Так, и третья, это модуль SkyFile Village. По рендерам это выглядит прям суперски, но честно говоря я там побегал, мне не очень понравилось. Как-то это все слишком, слишком не то. И, кстати, она что-то забаговала, некоторые плейны там просто исчезли. Ну так, побегать можно. Так, сейчас, секунду. Оп. Вот здесь плейны, они все пропали. Хотя я ничего не делал. Вот здесь пол, здесь скорее всего пол тоже где-то был. И здесь пол. Вот такие вот у нас получаются лампы освещения. Какие-то космические. Или знаю, что это. Возможно, машины просто. Так, внутрь не получается залететь. Особо интересного здесь нету. Такие сидушечки, столики, в общем. И вот туда давайте взлетим. Посмотрим, что здесь. В общем, это модулярный, да. То есть мы можем собрать из этих всех частей. Это вот обычная комната. Которую можно наштамповать и сделать какое-то высотное здание. На новом стиле. Здесь у нас тоже летающие машины. Какие-то материалы слишком блесткие. Здесь вот у нас стекла. С непонятными структурами. Видимо, это очень похоже на нойзы. Но неизвестно. Так, давайте приземлиться сюда. Не приземлились. Посмотрим, что у нас по материалам, шейдерам. Ну, естественно, прозрачные части у нас все красные будут. По полигонам, в принципе, все отлично. Прямо таких мелких, кроме деревьев, особо не видно. Ну, и все остальное, в принципе, в стандарте. Перейдем к четвертому. Это у нас банк. Честно говоря, вышел он, конечно, так к себе. Видимо, сделали специально для того, чтобы выдать на Marketplace. Давайте взглянем. Так, это у нас, так скажем, входная группа, да, снаружи здание. Так. Прямо жутко. Здание у нас состоит Едином, так скажем. Сейчас я даже открыть не могу. Что-то он завис. Слишком много объектов. Вот так я, конечно, не рекомендую вообще делать. Когда вы слишком много объектов толкаете вектор. При вашем редактировании все это очень долго будет грузиться и выделяться. Ну, возможно, еще, да, препейринг. Он сейчас определяет все это. Хотя вот любое выделение объекта у меня прям жутко тормозить начинает. Такое вот здание из ячеечек состоит. И вот так все внутри выглядит. Давайте зайдем. Так, почему-то мы внутри оказались торгового. Так, старт плеера перекинем. Ну, первый этаж, в принципе, выглядит более-менее еще как-то сносно. Здесь у нас есть такой небольшой кабинетик, в котором ничего нету. Подъем наверх. Под темной лестнице с текстурами, которые быстро наложены в виде, не знаю, шпаклевки. Почему-то. Хотя здесь, по сути, офисы идут. Пустые. Стоит куча скамеек. Два стола и четыре стола. Ну, в общем, такое. Давайте посмотрим, что у нас здесь. Ну, по количеству полигонов. Есть косяки, в общем. Давайте по материалам посмотрим, по шейдерам. Здесь все отлично. Прям идеально. Единственное, подкраснивающее, так скажем, это прозрачные стекла. В общем, здесь поработали над оптимизацией. Хотя, может, сразу прям делали так оптимизировано. Здесь третий этаж. Видимо, они хотели что-то сделать, но так и не сделали. Пятое завершающее, это Ultimate PPS Puzzle Kit. Если вы помните или играли в Portal игру, вот как раз-таки это прям схожая механика. Так, это у нас вот этот, да? Сейчас, к сожалению, поиграть мы не сможем. Потому что я не настроил персонажика. Но просто полетаем и посмотрим, что вообще здесь. Ну, как здесь вот изображение показано. Нам надо поставить вот этот Эктор. Чтобы он оказался вот на этой платформе. Если мы запустим. Вот. У нас поднимается лестница. Если тут ничего нету, естественно, лестница опускается. Если мы выполняем задачу, мы переходим дальше. Здесь структура чуть-чуть иная. Нужно, чтобы вот этот луч попал вот на эти круглые бонусы, так скажем. И здесь вот эти кубы являются отражением. При получении всех четырех зеленых линий мы, естественно, сможем пройти дальше. Сейчас попробуем здесь запуститься. Запустит? Нет, не запустит. Так, здесь у нас... Ага. Давайте. Плеер старт удалим. И полетим к третьей части. Здесь нам необходимо... А, ну мы здесь, скорее всего, не сможем ничего сделать. Здесь у нас какой-то импульс дает. Что нам необходимо сделать? Я, честно говоря, не понимаю. Пока. Так. Типа импульс. Нужно перепрыгнуть, я так понимаю. Но, возможно, и нет. В общем, здесь пока... Надо нормально запуститься с управлением. Так, перейдем к следующему. Зайдем сюда. Так. А, ну и, возможно, эти комнаты взаимодействуют друг с другом. Вот сейчас мы запустились, да, и у нас... Скорее всего, нужен луч, который... Включается где-то там. Ну, для этого... Так. Здесь у нас коллизия, да, данной плоскости. Ну, естественно... Вот этот луч... Ну, здесь, видимо, надо опустить этот луч, передвинуть его как-то. Скорее всего, да. Ну, и далее тут всяких много загадочек. То же самое импульс. Возможно, с... Какие-то действия со временем. Либо вот этим шаром. Который исчезает. Ну, и здесь, кстати, не продумали. Я нажимаю постоянно F. И он просто... Постоянно тыкает. В общем, интересная структура. Надо посмотреть. Что-нибудь, может, найдете для себя. Прикольненькое. Ну, и здесь вот такая вот часть. Опускающаяся плоскости в виде дорожки. Пока непонятно, что здесь делать надо. Ну, и конечное у нас тортик. Видимо, куда-то отправляет космос. Теперь давайте рассмотрим 19 ассетов, которые бесплатные уже вообще, видимо. Но, может быть, через какое-то время они станут платными. Во-первых, это у нас TPC, TCP клиент плагин. Это такая часть, чтобы можно было общаться через TCP сокет. Возможно, либо с сервером, либо с сайтом. Все зависит, что вы будете настраивать. Ну, больше с сервером, либо какой-то машиной клиентской. Это вот стопроцентное общение с сайтом. Можно сделать, то есть, мы можем отправлять метод post, либо get. Здесь я не могу посмотреть. И мы можем подавать какие-то значения. Допустим, что-то вы хотите сохранить на своем сайте. Создаете какую-нибудь таблицу принятия данных, да, и которая записывает в базу данных. Где-то у вас там майадмин, допустим. И потом из этого, ну, эти значения вы можете забрать. Также можно сделать с помощью этого регистрацию в своей игре. И принятие каких-то данных. Вот, да, метод get есть уже. Значит, можно и отправлять и постом, и getом. Так, jsong, соответственно, видимо, тоже здесь обрабатывается. Как необходимо. Ну, и получение всяких переменных в каком-либо виде. Вещь интересная, забирайте. Первое насчет, ну, TCP я не знаю. Может быть, когда-нибудь пригодится. Но вот HTTP request я бы взял 100%. DBID плагин. Это у нас, в общем, генерация по скриншотам. Автоматическая генерация персонажа по скриншотам. Я не уверен, что скриншот это был человека, если так сгенерировался персонаж. Возможно, интересно, надо тестить и смотреть, если есть много времени. Текст файл. В общем, можно записывать, читать. Это у нас через C++ и один blueprint. Блупринт просто показывает, видимо, что делать необходимо. Read файл, delete файл, save файл. Вещь нужная, можно какие-то действия либо записывать. Допустим, ввести свой лог каких-то действий персонажа. Вы записываете, допустим, что он там сделал. И в следующей игре вы можете с помощью этих данных выбрать какие-то определенные выдачи какой-нибудь. Как вариант, что можно использовать с помощью этого. Runtime Text Translation. Это у нас перевод текста через сервис DILB. Необходимо на этом сервисе у нас получить IP. И уже в самом Unreal забить IP. И вы можете переводить прям онлайн машинным переводом. с сайта. Главное наличие интернета у игрока, который будет играть в вашу игру и, допустим, переводит автоматом. Tommel Blueprint. Здесь у нас выдача каких-то параметров, да, из таблицы. Управление таблицей, видимо, тоже. Да, есть табличные данные, датабейс. То есть можно выписывать какие-то значения, строки и выполнять с ними действия. Так, вот эта штука нужно забрать, потому что табличные данные очень часто необходимо, ну, с ними необходимо работать. А вот эта штука, возможно, прям хорошо поможет все это делать. В данном версии получается, что у нас можно заблокировать объект. И как, нажав правой клавиши на нем, допустим, да, вот Locker Select, Lock Select. И в нашем Outliner вот здесь вот тоже есть, появляется иконочка нажатия на которой блокирует предмет, и вы его потом не можете передвинуть, пока не разблокируете заблокированный вот этот объект. И, естественно, вот на этом скриншоте у нас показано, что у нас объекты заблокированы. Если мы даже их, скорее всего, будем выделять, мы не сможем их передвигать. В данном случае он разблокированный, его можно передвинуть. Simple SQLite. SQLite это база данных, которая является без, так скажем, бессерверной частью программной, да, то есть вы можете SQLite использовать в любом устройстве, где не нужно устанавливать серверную часть, то есть большая часть баз данных необходимо установить в серверную часть, которая будет обрабатывать эту базу данных. В данном случае SQLite является переносимой. И здесь можно какие-то действия выполнять. как минимум открытие, отправка строковых значений, да, то есть выборка по данной таблице. И получается, ну, запросы это, в общем, как запросы записи, это запрос просто. В общем, вещь очень нужная. Если вы, допустим, хотите сделать большую базу данных для своей игры, какие-то там выборки и так далее, она вам как раз-таки пригодится. Но, естественно, SQLite, она немножко такая тормознутая, по сути, по сравнению с другими, да, то есть выполнение 10 тысяч строк SQLite занимает там 300 миллисекунд, допустим, да, я точно не могу сказать, сколько, не помню. А у других баз данных это занимает 100 миллисекунд. Вот такое себе отличие, если вы только большие количества информации обрабатываете. здесь у нас отзывов. Один положительный, второй отрицательный. Очень интересно, что там пишут. Так, прочитаем только лишь отрицательный. этот плагин не поддерживает запись базы данных. Ну, значит, этот плагин не особо интересен. Только считывание данных не особо интересно. Возможно, даже SQLite, который стоит в Unreal, и то будет лучше. его пакер. Это, в общем, плагин, который встроится в Unreal, и с помощью него можно UV-шечку разнести уже как необходимо. Видимо, как это все работает, для меня пока секрет. Видимо, он как-то все размещает в своем, как в блендере, в принципе, есть пакеры, которые все это делают. Не знаю, насчет разукрашивания. Там-то это все проще сделать, здесь неизвестно. В общем, видите, да, вот на этом скритшоте сетка данного объекта у нас вот здесь увеличенная, как не нужно, потому что здесь будет текстура, общая часть замылена, здесь будет нормальная, четкая текстура, здесь чуть-чуть замылена, так, ну, относительно, да. А если мы все правильно пакером сделаем, все квадраты, по сути, они должны быть одинаковые. это в блендере прям почти аналогично есть структура, показывающая, да, где вот эти пропорции можно наблюдать. так, system, я так предполагаю, это кубики, что это такое, неизвестно, давайте прочитаем на русском, репликационная система для создания цепочек взаимодействия, ну, если она репликационная, это с одной стороны хорошо, цепочки взаимодействия дверь, рычаг, ну, в принципе, я в одном из своих видео показывал, как это делается, но здесь если есть репликация, ну, еще лучше, хотя в мою систему добавить репликацию, она тоже самая будет. Так, рандомный уровень генератор, да, генератор уровня, с помощью которого можно еще объектом, двигать объекты и материалы, то есть, ну, естественно, накладывать материалы. По внешнему виду это что-то из ряда какой-то не очень качественное, возможно, оно и не нужно, предположительно. Ну, почему-то здесь таблица, это, видимо, все объекты, которые здесь, да, вообще имеются, и эти объекты раскладываются в мире. Как они раскладываются, непонятно. так, так, в общем, есть определенные какие-то параметры, с помощью которых он определяет, что вокруг него нельзя ничего подобного ставить, видимо. таблица короткая, то есть здесь и еще movement speed, скорость передвижения, ну, я не знаю, имеет ли это смысл, не вижу, понять, не имею. Так, bunched, вот это любители Android системы, да, кто-то хочет делать свои рекламки, здесь вот можно установить бэннер, далее у нас видео и видео с подарочком. Если видео с подарочком и видео здесь работает, то это обязательно надо забрать, потому что Unreal официальное, оно только работает бэннер максимально, вроде бы, если я не ошибаюсь, видео и видео с подарками вообще не работают. Так, здесь у нас, здесь у нас, в общем, показывает, как это управление работает, все это установка, загрузка, показ, интересненько, надо посмотреть, загуглить, насколько оно хорошо работает, давайте переведем отзывы, в общем, говорят, что работает, IPFS, это что-то у нас блокчейном связанное, честно говоря, мне это не особо интересно, если вас интересует блокчейн и NFC, NFT, точнее, пишите в комментариях, что это, что возможно с ним сделать и необходимо ли это. а мы перейдем в следующем момент, Project Tales, Pickup with Paper 2D, это у нас обучение, как работать с 2D, так скажем, персонажиками, ну, как и обучение, просто показывает, какие там структуры, можно посмотреть и взять на заметочку по себе что-то интересное. Если я когда-нибудь доберусь, я начну делать 2D тоже это видео. Здесь у нас искусственный интеллект, который диалоги создает NPC и расширяет поведение в дереве, поведение точнее. непонятно, что это, пока вопросы люди задают, но пока ответов от разработчиков нету, неизвестно, вообще работает оно или нет, а еще оценки нет. Recall Live Streaming, такой VR AR, видимо, или же еще что-то подобное. Передача мультимедийных данных пока непонятно, но да, это больше VR какой-то. Очков нету, проверить не могу, неинтересно, как очки куплю с джойстиками, начну VR изучать. Stratus Blockchain Plugin, это здесь взаимодействие с площадкой Stratus, тоже Blockchain, FC и тому подобное. Кому-то что-то интересно, это интересно. Перейдем к завершающим это модельки, в данном случае подводка, и второе, это у нас BMP, ну, естественно, Vigiland нам представляет хорошие, красивые машинки и всякие оборудования, у них все отлично. А на этом все, в общем, пишите в комментариях, что вам из этого всего понравилось, чтобы вы это забрали, я по сути беру все, потому что мне, во-первых, это большая часть интересна, структуры и так далее, из чего они состоят, также смотреть их проблемы при использовании этих ассетов, тоже интересно. А на этом прощаюсь, до скорой встречи, пока.